Представьте себе зебру, жирафа и лошадь в одном флаконе. Интересное сочетание, правда? Так вот, вы знали, что такое животное действительно существует? Встретить его можно в Африке. А еще здесь летают птеродактили и бегают ушастые лисицы, напоминающие мультяшных питомцев. В этом выпуске вы увидите их и других самых необычных и даже пугающих животных Африки. Что это такое? Животные в Африке, какими бы странными они ни были, известны науке и многим исследователям в целом. Но вот это создание, обнаруженное путешественниками, поставило весь мир на уши. Как вы думаете, кто это такой? Вот-вот, я тоже без малейшего понятия. С одной стороны, этот монстр напомнил мне собаку, с другой он похож на древнего дракона, дышащего пламенем. Кажется даже, что он вовсе не является чем-то земным, а прибыл к нам откуда-то с другой планеты. Какой версии придерживаетесь вы и считаете ли, что эта находка реально была обнаружена? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Окапи. А вот это создание уже куда более реально, и никаких вопросов оно не вызывает. Хотя, с вопросами я, конечно, немного погорячился. Окапи – это вид парнокопытных, единственный представитель своего рода из семейства жирафовых. По сути, это африканский единорог, который одновременно напоминает и лошадь, и жирафа, и зебру. Весит такое чудо природы обычно не более 250 килограмм, а его длина тела равняется 2 метрам. К жирафам Окапи близка больше всего, но никакой длинной шеи у нее вы не увидите. Дело в том, что природа посчитала, что в ней попросту нет ни малейшей надобности. Этот мутантик водится в глубине тропических лесов Конго и ест преимущественно кустарниковую растительность вместе с листьями низкорослых деревьев. Зато на чем мать природа не стала экономить, так это на длине его языка. У Окапи он может достигать целых 40 сантиметров. Это одни из немногих существ, которые при желании способны дотянуться им не только до носа, но даже и до собственных глаз. А теперь представьте, что все эти новости слышим не мы, люди из 21 века, а ученые из 1900-х годов, которые думали, что знают о природе все, но потом перед ними появилось вот это чудо. Сказать, что исследователи были напуганы, это ничего не сказать. Запомните это сочетание из пяти букв, ведь с этого момента оно станет для вас одними из самых приятных и милых на памяти. Феник – житель суровых пустынь Северной Африки, который прекрасно там себя ощущает, несмотря на маленькие габариты и милый внешний вид. По соотношению к величине головы, ушки этого зверька являются самыми большими среди хищников. Причем это не просто уши, а полноценные радиаторы, которые отдают тепло в атмосферу и тем самым охлаждают своего владельца. При этом весит феник всего около одного килограмма. Что это, если не очередной пример того, что никогда нельзя недооценивать существо из-за его внешнего вида? Шикарные уши самой маленькой лисы в мире, помимо роли теплообменников, также помогают своему хозяину прислушиваться к самым тихим звукам в округе. Феник может что-то услышать даже под землей. Зная о том, где беззвучно прогуливается пустынная птица или откуда с минуты на минуту собирается вынырнуть песчаная ящерица, лиса без труда ведет свою охоту и успешно добывает себе пропитание. Помимо отличного слуха, этот зверь также умеет прыгать на более чем 70 сантиметров в высоту и почти на полтора в длину. А я напомню, габариты у него достаточно скромные. Помимо того, что у феников есть дружная семья, они объединяются в большие социальные группы. Лисы наслаждаются обществом друг друга, животные играют и веселятся вместе, как маленькие детишки. Лисички идеально адаптировались к условиям жизни в пустыне, но сегодня все чаще можно встретить феников в частном доме или даже в городской квартире, чему я даже совсем не удивлен. Следующее африканское создание, которое удалось обнаружить ученым, это длинноухий прыгунчик. Это такие млекопитающие из семейства, угадайте какого? Правильно, из семейства прыгунчиковых. У них большая голова, хоботообразный вытянутый нос, а также тоненькие конечности и длинный хвост. Животные быстро бегают и высоко прыгают. По сути, если человек плохо знаком с природой, он может издалека спутать это уникальное создание с обычным тушканчиком. Не, ну а что, у него ведь тоже вытянутые округлые ушки, выразительные глаза-бусинки и тонкие, но сильные лапки. Последними, к слову, животные орудуют весьма активно. Не зря же их прыгунчиками назвали. Хорошо хоть, что к мышкам не стали относить, а ведь их образ жизни очень на них похож. И это при том, что генов-грызунов в крови прыгунчиков нет. Они постоянно где-то копаются, ходят только там, где до этого проложили путь, а также прячутся в норках. Что интересно, вместе с этим прыгунчики считаются и настоящими хищниками. В охоте им помогает удобный и навороченный хоботок. Их потенциальной добычей обычно становятся насекомые, пауки или термиты. Глинноухие прыгунчики пользуются подвижным хоботом, напичканным чувствительными волосками-вибриссами. Этот гибкий отросток, подобно локатору, обнаруживает подходящую цель, после чего та моментально отправляется в пасть. Галаго Этих приматов я бы назвал очередной дозой мимимишности, родом из Африки. К слову, об этом материке, на нем галаго считаются одними из самых многочисленных приматов. Да-да, их там больше всего, а мы до сих пор про них ничего не знаем. Но ничего страшного, когда-то и ученые впервые повстречали этих удивительных созданий, которые по-любому сразу же образовали в их головах десятки, а то и сотни вопросов. Причем мне бы реально хотелось посмотреть на лицо ученых былых лет, поскольку они точно открыли галага где-то ночью. Днем этих озорных приматов с огнем не сыщешь. Чем еще известны эти пушистые друзья, так это тем, что они все и вся замочат. Уринотерапия – основа идеологии этих маленьких приматов. И себя, и своих дам они орошают жидкими выделениями. Разумеется, под такой напалм попадает и их территория. Также они нередко обмачивают и собственные лапки. А поскольку их выделения долго удерживают запах, то значит все, к чему они прикоснутся, с той же секунды считается их родным местом. Таким образом они метят территорию. Однако не спешите думать, что это весь такой неаккуратный зверек, до которого противно дотронуться. Все совсем наоборот. На передних лапках у них имеется уходный коготь. Он заменяет приматам расческу и помогает ухаживать за пастью. А под языком у них собственная зубная щетка. Хрящевая гребенка помогает счищать с зубов все останки, прицепившиеся во время обеда. Китоглав. А это один из самых необычных аистов, которых я когда-либо встречал. Хотя ладно, давайте будем корректны. Китоглав раньше относился к аистам из-за общей формы тела. По генетике же он похож на пеликанов и цапель. Опять-таки даже сложно представить, как именно ученые отреагировали на это создание, увидев его впервые. Ведь у этой птицы ростом 1,2 метра просто гигантский и уникальный в своем роде клюв. Неудивительно, что это первое, что вообще бросается в глаза. Клюв может превышать 20 сантиметров в длину, а его ширина нередко равняется ширине самого китоглава. Этой штуковиной птица ловко ловит рыбу, земноводных, змей и даже маленьких крокодильчиков. Англичане насмешливо сравнивают клюв птахи с деревянным башмаком. Только вот этот башмак способен проломить панцирь черепахи, так что череп шутников, если птицы об этом узнают, расколется и подавно. Хотя ладно, вряд ли они когда-то услышат эту шутку. Им попросту ее никто не расскажет. Живут китоглавы обычно по одному. Такой выбор они сделали из-за того, что в одиночку гораздо легче маскироваться в высокой траве. Из-за этого для успешной охоты китоглав иной раз может стоять часами неподвижно. Пришло время мистики, и первым делом я хочу рассказать вам о конгомато. Конгомато – это легендарное существо или криптит, которое, согласно местным преданиям, обитает в Южной Африке, особенно в регионе Мбонго в Замбии. Конгомато описывается как большая птица или летающая рептилия с крыльями, похожими на крылья летучей мыши и острыми зубами. Часто его сравнивают с такими древними ящерами, как птеродактили. Существует несколько свидетельских отчетов о встречах с конгомато. Очевидцы утверждают, что существо атакует скот, а иногда даже нападает на людей. Некоторые утверждают, что видели конгомато покидающим пещеры или летящего над реками и озерами. Однако мне больше всего запало в душу вот это видео, на котором некая птица в Африке пролетает над голубым небом, как ни в чем не бывало. Ролик многократно проверяли на предмет монтажа, но никаких следов редактирования обнаружить не смогли. Тут есть две теории. По одной – это какой-то динозавр, оставшийся в живых по сей день. По другой – перед нами легендарное существо конгомато. Что из этого лучше, я даже и не знаю. Мокеле Мбембе – это еще один легендарный криптит, который, согласно рассказам и местным преданиям, обитает в дебрях Центральной Африки, особенно в районе реки Конго. Описания Мокеле Мбембе различаются, но принято считать, что это огромное существо наподобие динозавра или дракона с длинной шеей, большим туловищем и сильными задними лапами. Местные жители утверждают, что Мокеле Мбембе может достигать длины до 15 метров и иметь шкуру, покрытую прочнейшей чешуей. Интерес вызывает то, что существует некоторое количество свидетельских отчетов о встречах с этим монстром, и все они выглядят достаточно правдоподобно. Очевидцы утверждают, что видели его в воде, как он пересекает реки или всплывает на поверхность, издавая при этом уникальный в своем роде рев. От мифических существ перейдем к настоящим монстрам, которые реально существовали на нашей планете. За десятки и сотни миллионов лет в океане обитало огромное количество опаснейших созданий, но едва ли кто-то из них мог бы посоперничать с Мегалодоном, самой известной доисторической акулой, а также самой опасной и агрессивной акулой всех времен. Мегалодон мог вырасти до 20 метров в длину и весить почти 50 тонн. Современные хищные акулы и рядом не стоят с таким монстром. Те же большие белые акулы редко превышают 6-7 метров в длину и весят около 1-2 тонн. Помимо невероятных размеров, у мегалодонов были невероятные зубы. Именно за них акула получила свое название, которое с греческого языка означает «большой зуб». Здесь все по делу, ведь в длину зубы мегалодона достигали около 20 сантиметров. Это один из самых значительных показателей всех времен. 276 таких зубов, расположенных в 5 рядов, в совокупности с огромными размерами акулы, ее обостренными хищническими инстинктами и лютой агрессией, делали мегалодона настоящим монстром, который сейчас расправился бы с любой другой хищной акулой. К слову о них, в настоящее время в океане тоже хватает жутких монстров, и бычья акула выделяется среди них. Скорее всего, мегалодон прикончил бы ее, вступив с ней в схватку, но бычья акула могла бы попробовать дать отпор. К тому же, эта акула не во всем уступает мегалодону. В отличие от доисторического монстра, акула-бык может плавать в пресной воде, поэтому ее можно увидеть во многих реках. Мегалодон гордился бы своим дальним потомком, потому что акула-бык – это тоже агрессия и мощь воплоти. Иглокожие и ракообразные, скаты и дельфины, морские черепахи и морские змеи. И, конечно, человек – этому хищнику, не важно, кто на его пути, он снесет любого. Отпор бычьей акуле могут дать разве что касатки, потому что превосходят их по размеру, и люди, если речь идет об охоте и промысле. Любое другое создание падет жертвой и будет съедено безжалостным хищником. Воромби Опасные и крупные создания встречаются не только в море, хоть в воде их, как правило, больше. Есть свои жуткие существа и на земле. Хорошо, что некоторые из них уже вымерли, как воромби. Только представьте, если бы эта птица все еще населяла Землю. Ученые считают, что воромби были самыми тяжелыми и крупными птицами всех времен, что автоматически делает их очень опасными. Современные страусы показались бы на их фоне крохами, ведь воромби вырастали до трех метров в длину и весили около 800 килограмм. Самыми крупными были представители вида воромби-титан. Из-за своих колоссальных размеров воромби не могли взлететь, поэтому шастали по полям и лесам Мадагаскара. Зоологи составили 3D-модель головного мозга этих птиц и выяснили, что воромби плохо видели и вели ночной образ жизни, обитая в основном в темных лесах. Питались они, по-видимому, растениями, плодами, семенами, листвой и насекомыми, поэтому их нельзя назвать самыми опасными птицами в истории. Но следующих пернатых можно. Ужасные птицы. Да, именно так их и называют. Есть и другое название – фороракусы. Жили они задолго до воромби, вымерли около двух миллионов лет назад. Но если бы эти пташки-переростки сосуществовали вместе, то мадагаскарским птицам пришлось бы не сладко. Фороракусы их быстро бы выкосили, потому что они были огромными и пугающими хищниками. Фороракусы достигали трех метров в высоту, обладали длинной шеей, мощным клювом и острыми когтями. Несмотря на огромные размеры, фороракусы были способны развивать скорость до 48 километров в час. Палеонтологи считают, что сначала ужасные птицы догоняли свою жертву, ранили ее когтями на своих ногах, а затем наносили фатальный удар клювом по голове. При охоте на крупную добычу фороракусы также атаковали добычу когтями и клювом, но удары наносили уже пожизненно важным органам. Если сравнивать фороракусов с современными опасными птицами по типу беркутов, сапсанов и орланов, то современные пташки уступают ужасным птицам. В схватке с доисторическими гигантами у них не было бы ни единого шанса. Единственное, на что они могли бы рассчитывать, это на отступление с поля боя и побег от быстрого фороракуса. Раз уж я заговорил о глубокой древности, почему бы не взглянуть на динозавров? Эти ящеры по умолчанию представляются нам как одни из опаснейших существ всех времен, однако динозавр динозавру рознь. Одни были совсем безобидными и небольшими, в то время как другие были настоящими монстрами. И самым опасным из них был вовсе не пресловутый тираннозавр, а гиганотозавр. 13-метровый хищный ящер весом около 8 тонн держал в страхе жителей мелового периода на территории современной Аргентины. Тираннозавров он не ел, тирексы просто-напросто жили гораздо позже, но если бы они сосуществовали, то тираннозавры регулярно становились бы жертвами гиганотозавров. В этом есть смысл, ведь если гиганотозавр мог расправиться даже с 30-метровыми титанозаврами, то 12-метровый тирекс был бы для него легкой закуской. Но даже на такого суперхищника, как гиганотозавр, может найтись своя управа. Ей мог бы стать дейнозух, огромный и очень опасный крокодил, однако он жил уже позже, 80-73 миллиона лет назад. Если бы дейнозух обитал в одно время с гиганотозавром, то не давал бы ему покоя, ведь этот гигантский крокодил без труда охотился даже на самых крупных динозавров. В этом ему помогало два фактора. Во-первых, дейнозух был колоссальным крокодилом. Он вырастал до 12 метров и весил свыше 8 тонн. Во-вторых, ученые считают, что именно у дейнозуха была самая большая сила укуса среди всех животных в истории. Она превышала 356 тысяч ньютонов. Для сравнения, у тираннозавра этот показатель примерно в 10 раз меньше, а мегалодона меньше в 3 раза. Неудивительно, что дейнозух мог прокусить даже самые толстые панцири и самую защищенную чешую и кожу своих соперников. Его дальний потомок, современный грибнистый крокодил, который считается самым кусачим созданием на данный момент, выглядит беззубым малышом на фоне чудовищного дейнозуха. К слову о грибнистом крокодиле, ученые считают, что в настоящее время это не только обладатель самого сильного укуса среди животных, но и самый крупный наземный хищник. Часто этот титул присваивают другому опасному гиганту – белому медведю. В то время как грибнистые крокодилы вырастают до 5, 6 или даже 7 метров в длину, белые медведи редко превышают 3 метра в длину, а весят обычно до 800 килограмм. Но и этого более чем достаточно, чтобы быть самым опасным созданием во всей Арктике. Ученые считают, что белые медведи – единственные косолапые, которые видят в человеке добычу. Если те же бурые медведи или барибалы могут не обратить внимание на человека поблизости, то белый медведь, скорее всего, нападет. Опасны они и для обитателей Арктики, на которых охотятся. Тюлени, нерпы, зайцы, лоси, овцебыки и даже огромные моржи. Белый медведь способен расправиться с любым из них. Мощи этому созданию не занимать. Песчаная эфа. Когда речь заходит об опасных змеях, мы обычно вспоминаем черную мамбу, гремучую змею или королевскую кобру. Но ученые считают, что песчаная эфа опаснее их всех. Может, она и не такая быстрая, как та же мамба, не такая большая, как кобра и не самая ядовитая в мире, но самая смертоносная. По статистике, именно от укусов песчаной эфы ежегодно умирает больше всего людей в мире. При встрече с человеком эфа предупреждает о себе громким шуршащим звуком, который издает при помощи трения зазубренных колец. Если человек не уходит, то эфа атакует. Ее укус чрезвычайно болезненный и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. В ее яде содержатся чрезвычайно мощные токсины, которые оказывают специфическое действие на весь кровообразующий процесс в теле человека. Из-за них очень резко снижается уровень фибриногена, белка, который несет ответственность за показатель свертываемости, а значит, что жертва просто не сможет остановить кровотечение. Морская оса. Ненадолго вернемся в море. В настоящее время здесь нельзя встретить жуткого мегалодона или дайнозуха, притаившегося у берега. Зато можно наткнуться на морскую осу. Это не какое-то особое насекомое, как можно подумать, а красивая медуза. Но не дайте этой красоте обмануть вас, ведь морская оса относится к классу кубомедуз, которые отличаются крайней ядовитостью. Эксперты считают, что морская оса – самая опасная кубомедуза из всех. Ее щупальца покрыты стрекательными клетками, которые содержат один из самых сильных ядов на планете. Токсина достаточно, чтобы прикончить 60 человек всего за 3 минуты. Встреча даже с одной морской осой может стать фатальной. А если человек или другое создание угодит в целую стаю этих ядовитых монстров, то шансов на выживание не будет. Контакт с щупальцами одновременно поражает нервную систему, сердце и кожу. Из-за этого смерть после ожога морской осы может наступить быстрее, чем после укуса крайней ядовитой змеи, паука или скорпиона. К слову о скорпионах. Чем крупнее скорпион, тем он безопаснее. И это доказывает финальный герой подборки – желтый скорпион. В длину он составляет от 3 до 11 сантиметров. Совсем немного, правда, но этого малыша называют ловчим смерти. И это настораживает. Все дело в том, что именно это членистоногая часто называют самым смертоносным скорпионом планеты и одним из опаснейших существ. Он даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый ядовитый скорпион в мире. Ловчий смерть распространен в Северной Африке, Турции и на Аравийском полуострове, где его можно увидеть в щелях, расщелинах и сухих областях. Из-за особенностей рельефа и окраса желтого скорпиона, ловчего смерти можно не заметить и случайно наступить на него. В таком случае он очень больно ужалит, после чего могут наступить чудовищные последствия. От анафилактического шока до отека легких и летального исхода. С животными, особенно с небольшими, ловчий смерть расправляется без труда. К счастью, человека ему убить намного сложнее, однако это вполне возможно, поэтому с этим созданием точно не стоит связываться. Что ж, на этом все. Напишите в комментариях, какое животное лично вы считаете самым опасным за всю историю. И спасибо вам большое за просмотр.